Сегодня 90% всего Толнаха на 2 часа осталось без света. Электроснабжение прекратилось примерно в 16.40. Была обесточена и промзона. Без электричества остались очистные сооружения. Пытаясь выяснить, в чем причина, люди звонили в аварийную службу, но телефон либо не отвечал, либо был занят. Отчаявшись, горожане обратились к нам в редакцию. В НТЭК нам сообщили, что нештатная ситуация возникла на ТЭЦ-2. В район администрации подтвердили ситуацию аварийная, но устранили ее оперативно. В 18.50 электроснабжение возобновилось по всему Толнаху. В чем заключалась проблема на теплоэлектроцентрале, мы постараемся выяснить завтра. Бой вандализму. В Норильске участились факты небрежного отношения к городской собственности. Зачастую люди не задумываются о своих действиях и последствиях. Как власти реагируют на случай вандализма и что грозит нарушителям в материале Елены Степаненко. Набережная ручья Каирканского сейчас. Здесь облицованный плиткой мостик, прогулочная зона, зеленая клумба и огромный пустырь вокруг, на которые у властей района грандиозные планы. Здесь планируют организовать детские спортивные площадки, трассы для картинга и мотокросса. На данный момент территория подготовлена к строительству. Его продолжат в следующем году при условии получения гранта губернатора за чистоту и благоустройство. Что касается фонарных столбов, то их полностью закрепят сразу после укладки тротуарной плитки. В будущем планируется установка камеры видеонаблюдения, что позволит постоянно следить за территорией. Геннадий Енчик подчеркивает всю зиму металлические конструкции. Простояли под напором сильного ветра, а вот детской шалости не выдержали. Каирканские подростки сначала сбили опоры освещения, а потом весело гоняли по земле упавшие плафоны. Вот только такие игры, иначе как вандализмом, не назовешь. И теперь родителям хулиганов грозят административные штрафы. Сейчас к этим ребятам будут применены санкции под действующим законодательством. Скорее всего, они будут приглашены на комиссию по делам несовершеннолетних. И сейчас рассчитывается ущерб, который они нанесли. Это порядка 50 тысяч рублей. Будет направлено в органы полиции, с которыми мы постоянно сотрудничаем. Они подготовят протоколы. И, возможно, дело дойдет до суда, если не будет добровольного возмещения ущерба. Работу ведут и власти Норильска. Нельзя не заметить, что в последнее время в городе появилась реклама приезжего цирка. Яркими афишами были обклеены фасады практически всех домов Ленинского проспекта. Украсили и тротуары. 17 августа 2014 года осуществило размещение надписей слова «Цирк» на тротуаре тротуарной плитки возле дома номер 2 по Ленинскому проспекту. Тем самым пренебрег к обязанности бережного отношения к объекту благоустройства, имеющему социально значимый общественный и публичный характер, расположенного на территории муниципального образования города Норильска. Справедливости ради стоит сказать, что следы рекламного творчества сотрудники цирка с тротуарной плитки уже смыли. И вообще, по их словам, с гастролями они объехали не один российский город. И нигде подобных проблем не возникало. На краткий срок, подчеркиваю, краткий срок нам разрешают делать такие рекламные кампании. Всегда ни в одном городе не оставалось, чтобы после цирка хоть что-то, хоть какая-то толика, напоминание оставалось. Может быть где-то афиши на досках объявлений. Все остальное, все неустановленные места мы очищаем. Но речь сейчас идет не о том, что останется, а о том, что приезжие гости уже нарушили правила благоустройства города. В каждом населенном пункте есть собственные правила благоустройства. В частности, в нашем городе все физические лица, все граждане обязаны бережно относиться к объектам благоустройства. И вот за небрежное отношение к объектам благоустройства как раз мы и привлекли данное физическое лицо к административной ответственности. Штраф в 2000 рублей сотрудник цирка, который, к слову, всю ответственность взял на себя, заплатит за каждое нарушение. Всего их 50. Несложно посчитать, во сколько обойдется гастролеру такая агрессивная рекламная кампания в нашем городе. Наказание молодому человеку показалось слишком суровым, а вот жители города с позицией властей полностью согласны. Администрация правильно делает даже штрафование. На дома некрасиво, конечно, вещи. Специальные стенды должны быть, афиши какие-то должны быть. А так, конечно, на дома некрасиво. Поэтому это все обдирать, потому что надо все чистить. Нужно какие-то меры, конечно, принимать, какие-то пресекать правильно. Если что-то кто-то не будет, все так захотят представлять, весь город будет обклеен. Обклеен не будет, уверяют власти. Подобные нарушения правил благоустройства города всегда на особом контроле. И все фигуранты обязательно будут наказаны. Елена Степаненко, Евгений Жуков, Владислав Моисеев. Вести. Норильск. Норильск готовится к губернаторским выборам. В город уже поступили бюллетени для голосования. Полностью укомплектованы и участковые сберкомы. 14 сентября откроется 73 участка. Один из них впервые заработает в межрайонной больнице Аганера. Подробнее Елена Устомова. Евгений Волик признает, единый день голосования – 14 сентября. Для Норильска – не лучшее время. Многие горожане еще находятся в отпусках. К тому же привычных открепительных удостоверений на выборах в этот раз не предусмотрено. Для тех горожан, которые по тем или иным причинам будут отсутствовать в Норильске в день выборов, предусмотрено досрочное голосование. С 3 по 9 сентября свой выбор можно будет сделать в территориальном избиркоме, а с 10 по 13 на своих избирательных участках. Для того, чтобы досрочно проголосовать, нужно прийти либо в территориальную комиссию, в сроки, которые я обозначил, либо в участковую комиссию, с паспортом, написать заявление, в котором указать уважительную причину, что человек не сможет в день голосования проголосовать, и ему будет предоставлена возможность сделать это досрочно. На следующей неделе 133 605 бюллетеней распределят по избирательным участкам. Кстати, в этом году за ходом голосования всевидящего ока наблюдать не будет. По словам председателя Терризбиркома, видеофиксация – дело затратное. К тому же, как показывает практика, в Норильске выборы проводятся без грубых нарушений. Что касается участковых комиссий, в составы некоторых пришлось внести изменения. Несколько человек по разным причинам отказались от работы. Новый состав, как и прежний – 815 человек. В работе комиссии и ходу избирательных кампаний горожане могут дать свою оценку. При Общественной палате города работает горячая линия. Звонки принимают с 9 утра до 5 часов вечера. В день выборов 14 сентября сообщить о нарушениях можно будет с 8 до 20 часов. Ирина Остомова, Александр Усатенко, Вести Норильск. Вы смотрите Вести Норильск. Мы продолжаем. Водные объекты в отдельно взятом доме. На этот раз телезрители обратили внимание на двор по Металлургов-3. Небольшой ручей, берущий начало в одном подвале, плавно перетекает под соседний дом. На поиски истоков отправилась Евгения Шинделова. Светлана Конопленко знакомит нас с водными объектами двора на Металлургов-3. Четыре года назад женщина купила в этом доме квартиру и теперь пристально следит за состоянием своего жилья. Повод для беспокойства – вода в подполье. Предположений несколько. Вечная мерзлота подтаивает, грунтовые воды просачиваются. Или виной всему банальная течь из труб. В июле я пошла платить за квартиру, сделала заявку по поводу того, что у нас вода бежит из-под дома. И через несколько дней сделали вот такое вот уплотнение. Хотя все равно вы видите, что из-под асфальта все равно бежит этот ручей. В управляющей компании уточняют не уплотнение, а отмостка. И ручей – не техногенное, а погодное явление. Начальник техотдела Марина Димова черпает сведения из официальных документов. Дом 1967 года постройки. Судя по данным управляющей компании, «Металлургов-3» в хорошем состоянии. За фундаментами жилых домов следит специализированная организация. Каждый квартал мерзлотники предоставляют отчет и список зданий, на которые нужно обратить особое внимание. Это отчет каждый год о состоянии конструкции, по какому дому, какой дом на каком контроле. Вот, пожалуйста, смотрите, «Металлургов-3» вообще нет в этом перечне. На данный момент в списке 23 здания, а всего на балансе объединения коммунальников номер один – 143 дома. В управляющей компании заверяют, у жильцов третьего дома на площади «Металлургов» для беспокойства нет причин. Все лето дожди идут, куда водить течь. Уклон был туда, под дом. Сейчас сделали отмосточку с уклоном, то есть уже под дом не потечет. В управляющей компании отмечают, за этот год резко возросло количество обращений от норильчан, оформляющих ипотеку. Банки требуют справку о состоянии приобретаемого жилья. И коммунальщики этой информации с готовностью делятся. Евгения Шенделова, Владислав Моисеев, Вести, Норильск. Серьезная авария произошла накануне вечером на 15-м километре автодороги Норильс-Калыкель. В результате лобового столкновения одна из машин прокинулась в кювет. Спасателям пришлось извлекать водителей из авто специальными средствами. Подробнее Екатерина Копылова. На 15-м километре дороги Норильс-Калыкель произошло серьезное ДТП. Две машины сильно покорежены и трое пострадавших. Сейчас с ними работают врачи. Из машины, которая вылетела за пределы дороги, доносятся стоны. Водителю зажало ноги передней панелью автомобиля. Врачи сразу же обезболили пострадавшего. Спасатели работают оперативно. Чтобы извлечь мужчину, потребовалось применить специальное оборудование. Пассажиру повезло больше из машины. Он выбрался самостоятельно. От госпитализации отказался. Он единственный, кто смог рассказать о случившемся. В Рено выехал на встречную полосу, обгонял автобус. И произошло столкновение. И вы, получилась машина ваша, перевернулась сюда? Да. В Рено также находились двое мужчин. Они тоже получили серьезные травмы. По словам врачей и сотрудников ГАИ, участников ДТП спасло лишь то, что все они были пристегнуты ремнями безопасности. Тяжело пострадали водители. У обоих это открытые переломы конечностей, нижних конечностей, ссадины, ушибы. Один водитель автомобиля Тойота, самый тяжелый, пошел в реанимацию. Второй водитель в травматологию. Это все конечности. Пассажиры отделались ушибами, ссадинами. Один из них направлен в травмпункт, один отказался от поездки в травмпункт. Свидетелей этого происшествия нет, поэтому устанавливать причину случившегося будут на основании показаний всех участников аварии. То, что столкновение, скорее всего, произошло по вине водителя Рено, подтверждают и сотрудники госавтоинспекции. Около 8 часов вечера на 16-м километре автодороги на рейс Калакель водитель автомобиля Рено выехал на полосу встречного движения. Проводится расследование по данному факту и выясняем причины, почему он выехал на полосу встречного движения. Но это только предварительная версия. Окончательно картина прояснится, когда будут опрошены все участники ДТП. Если выяснится, что нанесен тяжкий вред здоровью, то нарушителю будет грозить серьезное наказание. Вплоть до уголовной ответственности. Екатерина Копылова, Александр Усатенко, Вести, Норильск. На шаг впереди инфаркта оказались новосибирские врачи. В столице Сибири подвели итоги работы регионального сосудистого центра. Кардиологам удалось снизить смертность среди больных сердечников в два раза. Алла Шуняева продолжит. По больничным коридорам Виктору Брекману привычнее пройтись в белом халате. Травматолог одной из новосибирских клиник сегодня пациент кардиологического отделения. Меня прихватило, почувствовал грудинную боль сильную, холодный пот. Я как врач сразу понял, в чем дело. В прединфарктном состоянии вызвал скорую. В региональном центре сразу взяли в оборот. Никаких ожиданий в приемном покое. Через полчаса на операционном столе. Уникальное оборудование стоимостью десятки миллионов рублей заводит сердце по новой. Под рентген-узи-контролем ювелирная работа хирургов восстанавливает самые изношенные артерии. Мы обходимся без больших разрезов. Нам нет необходимости вскрывать какие-то полости. И все манипуляции осуществляются с помощью небольших проколов, небольших минимальных разрезов. В день проходит не менее трех-четырех пациентов. Это обязательно будет пациент с острым инфарктом миокарда. Ну и две-три плановых операции. Это малоинвазивная стратегия ведения боя с инфарктом. В Новосибирском региональном сосудистом центре взяли ее за основу. Если была раньше консервативная стратегия, пациент с острым инфарктом миокарда госпитализировался в отделении Е и наблюдался. Мы купировали осложнения, так скажем, шли за инфарктом и довольно часто восстановление коронарного кровотока не происходило. То в настоящее время проводится агрессивная тактика. Однако мало получить шанс выжить. Далеко не все после инфаркта отказываются от привычного образа жизни. А ведь курение, лишний вес, эмоциональность – все усилия врачей сводят к нулю. Алла Шуняева, Татьяна Чуев, Евгений Живаев, Вести, Норильск, при поддержке ГТРК Новосибирск. И вновь нелегалы. В ходе спецоперации норильские сотрудники ФСБ, ФМС задержали 11 иностранных граждан. Все они трудились на одном из строительных объектов. Как его штурмовали силовики и какая судьба теперь ждет задержанных, расскажет Елена Устомова. Машины с проблесковыми маячками и люди в масках. К такому наплыву незваных гостей выходцы из Центральной Азии были явно не готовы. А потому, увидев людей в форме, бросились в рассыпную. К подобному исходу событий сотрудники Федеральной службы безопасности уже были готовы. А потому заранее оцепили здание по периметру. В зачистке участвуют бойцы СОБРа, специалисты миграционной службы, Центра противодействия экстремизму, а также судебные приставы. Утет людей в масках работягам так и не удалось. Сотни квадратных метров подвального помещения люди формы обыскали менее чем за 10 минут. Результат спецоперации – задержаны 11 иностранных граждан. Документов, удостоверяющих личность, у гастарбайтеров не нашлось. – В России? Вы уверены? Точно? – Хорошо. Проверили силовики и помещения для отдыха, где мигранты обедали и переодевались. Антисанитарные условия налицо. Среди грязной рабочей одежды – продукты. Здесь же чертежи и документы объекта. На дешевой рабочей силе работодатель явно экономил. Так же, как и на официальном трудоустройстве. И все это на стратегически важном объекте. Кадровой политикой субподрядчик занимается самостоятельно. И ему, видимо, выгодно нанимать тех, кто ради прибыли готов трудиться на птичьих правах. – Вы на ТЭЦ работали? – Работал. – Вы выполняли какие-то строительные работы? – Конечно. – Когда вы туда пришли устраиваться, вам что работодатель обещал? – Зарплату какую-то? – Зарплату, конечно. – Какую? В каком размере? – Тридцатку. – И вы ни копейки еще от него не получили? – Не получил. – Ни аванса, ничего? – Нет. – Уже в отделе миграционной службы после ряда процедур восемь законопослушных гастарбайтеров отпустили. С остальными работа продолжалась. Выяснилось, задержанные трудились с грубым нарушением миграционного законодательства. – Три гражданина Таджикистана, которые находятся на территории Норильска, нелегальны. У них отсутствуют документы, разрешающие право на пребывание. Они не имеют права осуществлять трудовую деятельность. У них должно было быть на руках разрешение на работу. Такового в данный момент пока не имеется. Задержанные прошли процедуру дактилоскопии. Отпечатки их пальцев теперь попадут в базу данных. А сами иностранцы отправятся к себе на родину. Очередь теперь за недобросовестным работодателем. К нему у силовых структур и специалистов миграционной службы накопилось немало вопросов. Елена Устомова, Евгений Жуков. Вести Норильск. Далее в выпуске прогноз погоды на завтра. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. 22 августа в Норильске облачно с прояснением. Временами дождь. Ветер южный 8-13 метров в секунду. В горных районах порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8-10 градусов. Днем 14-16 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова